ТЦК пришли в рестораны. Рейд совершили в нескольких городах Украины. В частности, представители территориального центра комплектования были замечены в одном из ресторанов Кривого Рога. Там они были вместе с полицией. Кроме этого, ТЦК пришли и в ресторан веранда на Днепре в Киеве. При этом вместе с ними были в службу безопасности Украины подразделения МВД, а также миграционная служба. И как оказалось, именно эти три службы целенаправленно ходили в ресторан. В СБУ заявили, что они проводят в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности. Якобы в рамках проверки общественных заведений, которые проходят уже третий день, проверяют личности, потенциально причастных к противоправной деятельности. Ну а ТЦК тем временем проверяют военно обязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета. И пока правоохранители работали, а мужчины предоставляли свои документы, женщины устроили новый флешмоб. Начали фотографироваться на фоне украинских силовиков. Как думаете, должны ходить представители ТЦК по ресторанам и другим общественным местам? Пишите свое мнение в комментариях. А также ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно. Стала известна причина смерти известного актера Мэтью Перри. Звезда сериала «Друзья» умер из-за острого действия кетамина и утопления. Высокий уровень кетамина, такой, который был обнаружен у актера, может вызвать чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. Сообщается, что Мэтью Перри начал использовать инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. Однако, якобы актер закончил лечение этим средством за полторы недели до смерти. Специалисты уверяют, что кетамин в организме актера на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, ведь полураспад вещества длится максимум 3-4 часа. Поэтому эксперты считают, что Перри умер из-за неизвестного способа употребления кетамина. При этом в крови актера не обнаружили алкоголя, метамфетамина, кокаина, героина и фентанила. Напомним, актера Мэтью Перри, который стал известен благодаря культовому сериалу «Друзья», где он сыграл роль Чендлера, обнаружили мертвым 28 октября в его доме в районе Лос-Анджелеса. Помощник обнаружил его тело в бассейне. Чтобы получать оперативные новости, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте видео. Мы все читаем. Украина готовит контрнаступление на следующий год. Об этом пишет немецкое издание Welt. Журналисты провели анализ со ссылкой на немецкого эксперта в области безопасности и политического консультанта Николан Ге и считают, что контрнаступление, которое планирует Украина на 2024 год, будет таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный этим летом. Издание подчеркивает, что в пессимизме из-за неудач этого года общество забывает, что в Украине есть много оружия, танков, бронетранспортеров. И еще много поставляется сейчас. Немецкий эксперт по вопросам безопасности Ника Ланге приводит пример того, что из 200 немецких танков Леопард-1 в Украину прибыло всего около 30. Украина сохранила много вооружения, военного потенциала и, вероятно, готовится к новому прорыву. Вот что отметил Ланге. Цитирую. Украина все еще имеет большие планы. Об этом свидетельствует список желаемого вооружения, которое Украина отправила в США. Это боевые вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные системы дальнего радиуса действия, танки Abrams, ряд беспилотников и боеприпасов. Но люди на самом деле говорят об истребителях F-18. Однако кажется, что наш враг не учитывает всего этого, потому что в другом немецком издании появилась публикация с жуткими амбициями кровавой России. Захватить Харьков вместе с частью Харьковщины, частью Запорожья, Днепропетровщины. Такие планы у российских захватчиков до 2026 года. Немецкое издание BIRD проанализировало разведданные и инсайдерские источники и пришло к выводу также, что не менее циничные и кровавые планы у страны-террориста на ближайший год. Итак, Россия в хочет оккупировать украинскую территорию за пределами уже захваченных земель. Институт изучения войны подчеркивает, что такие цели совпадают с текущими локальными наступательными операциями. Немецкие журналисты считают, что страна-агрессор имеет серьезные намерения оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей и до реки Оскол в Харьковской области к концу 2024 года. С этим согласны и в Институте изучения войны. BIRD считает, что Путин строит свои имперские планы, опираясь на мобилизацию российской оборонно-промышленной базы. Также Кремль готов терять около 100 тысяч военнослужащих в год в истощающих наступальных операциях. А еще считает, что оккупировать больше Украины им удастся, потому что в США выберут нового президента, который или резко сократит, или вовсе прекратит военную поддержку Украины. Журналисты отмечают, что оккупацию, наступление Кремль будет проводить, прикрываясь переговорами, которые на самом деле будут фиктивными. В украинской разведке отреагировали на статью немецкого издания. В ГУР считают, что такие планы могут существовать и согласны, что Россия попытается оккупировать как можно больше территорий. Но на самом деле у страны-агрессора сейчас нет сил для захвата крупных городов. Вот что заявил представитель ГУР Андрей Черняк. Цитирую. По нашим оценкам, у них не хватит сил оккупировать наши города. Человеческий ресурс – это одно, но для оккупации и удержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные. Конец цитаты. В ГУР согласны, что в Москве не считают людей, но там считают деньги и финансовых ресурсов. На войну в РФ хватит до 2025 года. Кроме того, в России, вероятно, не учитывают сюрпризов, которые держат в запасе наши союзники. Интересное мнение высказал в интервью Радио Свобода бывший посол Украины Великобритании Вадим Пристайко. Он считает, что некоторые государства могут направить своих солдат в Украину. И ближе всего к такому решению Великобритания. Каждый раз, когда их спрашивают, они говорят, что нет, нет, мы как, куда, при чем тут, мы лучше дадим все, что угодно. Но на самом деле, расчеты о том, что, не дай бог, придется применять вооруженные силы, ведутся военными. Для этого есть военные и дипломаты, чтобы планировать на будущее. Руководство государства политически должно принять решение – это план нормальный или ненормальный. Но наша обязанность планировать на худший случай. Худший случай для этих стран – это применение своих экспедиционных сил на территории Украины, пояснил Пристайко. Отправить свои войска, в том числе и Великобритания, может в случае катастрофического развития войны. Пристайко уточняет, что это продолжение оккупации. Так что, несмотря на нахальные, циничные, мерзкие планы оккупантов, реализовать их им вряд ли удастся. По крайней мере, и Украина, и наши союзники имеют достаточно сил противостоять этому. И я верю, что след, правда, добро и справедливость должны победить тьму и ложь, вопреки всем трудностям. От ТЦК теперь не скрыться ни в маршрутке, ни в торговом центре, ни на парковке. Суббота оказалась насыщенной сообщениями о баблавах на уклонистов. Так, сотрудники территориального центра комплектации в Николаеве буквально окружили один из крупных сетевых строительных магазинов, который, в свою очередь, был переполнен посетителями. По информации местного издания «Новости Н», представители военкомата проверяли документы у всех мужчин призывного возраста на входах и выходах. Многим сразу выписывали повестки. Местный журналист отмечает, что рядом были припаркованы два автобуса, но забрали ли кого-то из посетителей – неизвестно. Сотрудники ТЦК также вышли на улицы Львова, проводя профилактическую работу. Сами представители военкомата сделали эти фотографии. Согласно официальной позиции ТЦК и СП Львовской области, военные проводили агитацию, рассказывая прохожим призывного возраста о преимуществах военной службы по контракту. Такова действительно мягкая мобилизация во Львове. Но не везде так. По сообщениям из телеграм-каналов, которые сложно проверить, в Ивано-Франковске военкомы обходили торговые центры. В телеграм-каналах Одессы распространяется видео, как сотрудники ТЦК останавливают маршрутку и проверяют документы у мужчин-пассажиров. Также по каналам сегодня гуляет видео, как мужчина, водитель автомобиля, ссорится с людьми в форме. Сообщается, будто это представители ТЦК, перегородившие ему дорогу. Он в какой-то момент, после требований пропустить его, едет прямо на них. Где снято это видео, неизвестно.